здравствуйте уважаемые садоводы огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок давайте поговорим с вами сегодня о таком приеме избавление от фитофторы как баня существует мнение что устраивание такой горячей бани внутри теплицы способствует искоренению фитофторы действительно фитофтора не развивается при температурах не ниже 10 градусов и выше 35 40 градусов однако обратите внимание это не значит что возбудитель фитофторы погибает в этих условиях он просто не развивается для него формируются неблагоприятные условия для существования в то же время у растений существует очень серьезный механизм избавления от перегрева а именно испарение влаги листьями какая бы жаркая температура не было листья будут испарять достаточно большое количество влаги для того чтобы понизить свою температуру до нормального состояния в том что листья это делают вы можете убедиться просто в жаркий день в теплице или в открытом грунте возьмите любой лист в руку вы всегда почувствуете что он прохладный холодный потому что растение само себя испаряет не дает себе перегреваться в то же время если заблокировать работу верхнего насоса а именно заблокировать работу устиц в листьях а это можно сделать благодаря тому что воздух внутри теплицы можно насытить паром и листья уже не смогут испарять влагу высоко насыщенную перенасыщенную паром атмосферу воздух в этом случае растение конечно начнет перегреваться а вместе с ним начнет и разогреваться та фитофтора которая находится на поверхности растения однако здесь существует очень большая опасность вот такой вот перегрев является чрезвычайно вредным для растений особенно фазе цветения как только вы повысили температуру до таких значений у вас происходит стерилизация пыльцы пыльца не может прорастать нормально на рыльце пестика не может происходить нормальное пыление и в этом случае к сожалению происходит опадение цветков не образуется нормальная зависть и вы теряете урожай поэтому для если вы хотите использовать этот метод для избавления от фитофторы помните что у него есть два важных условия первое температура внутри теплицы должна повыситься примерно до отметки 40 градусов поэтому пожалуйста контролируйте это термометром и второе для того чтобы листья разогрелись до той же температуры до которой разогрелся воздух вам необходимо соответственно насытить воздух внутри водяным паром то есть предварительно опрыскать растения облить поверхности теплицы там дорожки стены растения для того чтобы здесь сделать действительно самую настоящую мокрую баню если вы этот прием будете делать исключительно в сухой теплице то ничего вы не добьетесь абсолютно потому что температура поверхности растения останется благоприятной для развития фитофторы ну и третье то что этим способом нельзя пользоваться тогда когда растения цветут потому что такие температуры являются губительными для пыльцы и чрезвычайно вредными а высокая влажность высокая насыщенность паром приводит к тому что пыльца собирается комочками не попадает на рыльце пестика нормально не прорастает в итоге вы получаете так называемый пустоцвет вы теряете урожай что ж этот метод не является таким наиболее эффективным ведь фитофтору мы ожидаем всегда во второй половине лета когда у нас уже ночи холодные поэтому все таки в первой половине вегетации пользоваться им нет смысла мы не ожидаем фитофтору а во второй половине вегетации томата пользоваться этим способом нельзя чтобы не потерять урожай но опять же если вы все таки решите пользоваться этим методом помните об этих двух условиях спасибо большое за внимание и так вот наша теплица экспериментально в которой мы создавали инфекционный фон по фитофторе испытывали разные методы борьбы с фитофторой профилактикой плоды завязываются нет здесь не растрескивание не вершинной гнили не каких-то других неприятностей точно также нет никаких признаков ни фитофтороза не кладоспориоза ничего такого кисти полные в общем-то практически все цветки которые отцвели они же и дают нам плоды соответственно вот некоторые кисточки вот так даже подламываются немного под тяжестью плодов плоды уже достаточно крупные но будут еще нарастать вообще-то не крупноплодные сорта это такие среднеплодные для консервирования выглядят они вполне хорошо